Здравствуйте! В эфире актуальное интервью. В студии работает Алексей Соколов. И сегодня гость нашей студии, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Алексей Волин. Алексей Константинович, добрый день. Здравствуйте. Рады приветствовать вас в нашей республике. И приехали вы к нам не случайно, будете завершать реализацию федеральной целевой программы развития телерадиовещания в Российской Федерации, которая длилась порядка 9 лет. В целом, какие итоги можно подвести от работы программы в стране и в том числе в нашей республике? Якутия, по сути дела, является последним крупным регионом, я бы даже сказал, крупнейшим регионом, в котором завершается создание инфраструктуры цифрового телевидения. Что это была за программа? 5030 телевизионных станций цифрового телевидения были построены в Российской Федерации, которые позволили сегодня 98,5% населения России получить доступ к цифровому телевидению. Это означает, что у граждан, которые находятся в зоне охвата цифрового телевидения, есть возможность бесплатно из эфира принимать в больших городах 20 каналов, в небольших населенных пунктах 10 каналов. Но это продлится до 2019 года. В 2019 году все должны будут принимать 20 каналов в хорошем цифровом качестве. Если говорить про Якутию, то в Якутии было построено 211 передающих станций. Население Якутии 95% имеет техническую возможность смотреть сегодня цифровое телевидение. И, соответственно, уже сегодня около 40% населения Якутии может принимать 20 каналов. И 95,5% в состоянии принимать 10 каналов в цифровом качестве. Если говорить про конечного потребителя, то есть в нашем случае это телезрители, что они от всего этого выигрывают? Они выигрывают, во-первых, увеличение количества каналов. Потому что до недавнего времени у нас в сельской местности люди могли принимать 2-3 канала. И не всегда в хорошем качестве. Сегодня даже в самых отдаленных уголках республики можно принимать 10 телевизионных каналов. Во-вторых, меняется качество картинки. Потому что качество картинки становится примерно в 3 раза выше, чем было до этого. И это совершенно несопоставимые вещи. Что необходимо людям сделать для того, чтобы к ним могло прийти цифровое телевидение? Есть у человека возможность поменять и купить новый телевизор. Это тот телевизор, который выпускается после 2012 года. То есть все телевизоры, купленные после 2012 года, они по определению в состоянии принимать цифровое телевидение. Если у человека телевизор старше возраста, и он не собирается с ним расставаться, он может приобрести приставку для просмотра цифрового телевидения. Стоимость этих приставок разная. Мы проведили измерения и исследования по стране. Самая дешевая приставка стоит около 700 рублей. То есть в принципе больших затрат пользователь не принесет, если имеет телевизор тех годов, в которых вы озвучили? Да, да. По сути дела, мы понимаем, что стоимость такой телевизионной приставки, она находится где-то на уровне 4 бутылок непаленной водки. Смотрите, на самом деле теперь скорее это вопрос конкуренции, наверное. Потому что много пользователей у нас спутниковое телевидение, а IPTV сейчас набирает большую популярность. Какова доля тех, кто останется на цифровом ТВ по вашим прогнозам? Наш прогноз заключается в следующем, что у 98, как мы говорили, с половиной процентов есть возможность смотреть цифровое телевидение. И это очень серьезно влияет вообще на конкурентную среду. Потому что есть спутниковые операторы. До недавнего времени на территории Якутии действовал один спутниковый оператор. Стоимость месячной подписки на его услуги, она составляла где-то порядка 600 с лишним рублей в месяц. Сейчас в течение 2017 года два больших спутниковых оператора, НТВ Плюс и Триколор, также зашли на новые спутники и сегодня покрывают свои деятельности всю территорию Российской Федерации. Создалась конкурентная среда. То есть Якутия сегодня можно ловить. Еще и МТС пришел, причем активно сейчас рекламирует свою продукцию. В Якутии работают четыре сегодня оператора. Мы наблюдаем, что уже сейчас стоимость пользования пакетом услуг спутникового оператора уменьшилась для населения примерно в шесть раз. Это за последний год? Это за последний год. Это как только возникла конкуренция. Но мы сегодня с министром связи Якутии обсуждали ситуацию, которая была с интернетом. По интернету ситуация значительно лучше, правда, не за один год, а за несколько лет. Но с того момента, как в Якутию пришли крупные операторы и оптоволокно протянуло несколько компаний, стоимость пользования интернета уменьшилась в сто раз. Говоря о 95%, я правильно понимаю, до стани дотянули ввиду территориальных и климатических условий? До стани дотянули ввиду территориальных, климатических и экономических условий. Потому что для того, чтобы обеспечить цифровым телевидением 95% населения республики, потребовалось построить 211 телевизионных передающих станций. Осталось 5% населения. 5% населения это 17 800 семей, которые проживают как раз в 200 небольших населенных пунктов. Для того, чтобы их обеспечить тоже эфирным, цифровым телевидением, как и остальные 95%, надо было бы построить, соответственно, еще 200 вышек и платить за передачу их сигнала. Что это в цифрах? Это примерно 2 миллиарда рублей разовых инвестиций и около 300 миллионов рублей ежегодного оплаты телевизионного сигнала. Если эти 18 тысяч семей пойдут сегодня и по имеющимся со скидками ценам купят на рынке полный комплект оборудования для приема спутникового телевидения, их затраты составят 100 миллионов рублей. В год? Или вообще? Разовая. Разовая. Разовая вообще. Поэтому, как вы понимаете, это будет в 20 раз дешевле, чем строить инфраструктуру, и в 10 раз дешевле, чем ежегодный платеж за пользование этими передатчиками. Мы проговариваем с рядом телевизионных компаний, которые занимаются передачей спутникового сигнала, чтобы для абонентов, которые проживают в населенных пунктах, которые не покрываются цифровым телевидением, люди не платили за абонентскую плату. Но они готовы пойти на это? Они готовы на это пойти, если, соответственно, будет приобретено их оборудование, на которое они также предлагают скидку. Но мы видим, что вообще цена на оборудование очень сильно падает, потому что даже вот если мы сейчас посмотрим на ту рекламную кампанию, которую проводят в городе один из крупных игроков в области спутникового телевидения, то там цена, она вообще очень сильно низко отличается от других конкурентов. Поэтому уже ведется борьба за потребителя. Опять же, в рамках борьбы за так называемое осмотрение, за конкуренцию, не могу не спросить. Все-таки мы говорим сейчас про 20 телеканалов. Я знаю, что наше министерство связи республиканское активно ведет работу по продвижению так называемого третьего регионального пакета. Ваше личное отношение вообще к подобному? Мы исходим из того, что если мы говорим про развитие цифрового телевидения в стране, то главным принципом создания цифрового телевидения был принцип ликвидации информационного неравенства между различными российскими регионами и населенными пунктами. Потому что у нас в стране были населенные пункты, где люди принимали один-два канала, и у нас в стране были населенные пункты, прежде всего, большие города, где люди принимали свыше 20 каналов. И происходил огромный разрыв. Поэтому цифровое телевидение – это создание единого федерального стандарта. Минимальный стандарт государство дало. Из 10 каналов первого мультиплекса государство оплачивает их распространение в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек, ежегодно выделяя на это порядка 10 миллиардов рублей. На этом участие государства, наверное, все-таки следует прекратить. И дальше мы должны смотреть, как будет подрастать рынок. Потому что платить за всех государство точно не будет. А создавать условия, когда в одном регионе будет 30 каналов, а в другом регионе будет 10 каналов, это мы опять тогда уходим от главного принципа, который мы сюда закладывали. О том, что должен быть единый стандарт. Дальше, соответственно, мы должны надеяться на то, что рекламный и телевизионный рынок будут развиваться. По мере их развития они будут зарабатывать больше денег. И когда в стране появится достаточное количество средств для запуска третьего мультиплекса, тогда мы, соответственно, для всех граждан Российской Федерации создадим равные экономические условия. Сегодня никто не ограничивает вас идти в кабель, никто не ограничивает вас идти на мобильные платформы. Мы не выключаем эфирное телевидение аналоговое. Аналог для желающих остается. И кроме этого мы видим общемировые тенденции. Потому что все больше и больше пользователей начинает смотреть телевидение не из эфира. Все больше и больше людей начинают смотреть телевидение при помощи мобильных устройств. Население к этому готово. Потому что Якутия является одним из лидеров в стране по распространению разного рода мобильных технологий. Мы сегодня разговаривали с нашими коллегами из республики. И они с гордостью сказали, что на территории Российской Федерации самое большое количество групп, созданных в WhatsApp, приходится на жителей Якутии. Есть такой уникум. Спасибо. Будем принимать ваши советы во внимание, развиваться, интегрироваться. Спасибо большое, что нашли время и ответили на наши вопросы. Я еще раз напомню, что гость нашей студии в программе «Актуальное интервью» был заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.